Всем привет! Продолжаем гулять по моему маленькому городку, по Васильевскому. Хочу вам показать ветеранскую церковь Святой Екатерины. Так сложилось, что с момента основания Санкт-Петербурга, именно на Васильевском острове, поселились много немцев-протестанцев, ветеран. И поэтому в 1729 году было принято решение сделать молитвенный дом. Он сначала был деревянный, его осветили, но впоследствии построили церковь в честь Святого Петра. Кстати, каменную кирху, которая сохранилась до нашего времени, построили в 1771 году по проекту архитектов Фильтена. Императрица Екатерина II, между прочим, унесла, пожертвовала на строительство около 2000 рублей. Огромная сумма по тем временам. Внутри можно увидеть оригиналы Гриммеля, Распятия, Искушения Адама, Тайные вечери с оригинала Рубенса и различные другие произведения искусства, действительно. Потому что, в общем-то, лютеране не поклоняются ни иконам, ни статуям и изображениям Господа Божией Матери, ангелам святых. Но все же не поклоняются, но украшают ими свои храмы. Надо отметить, что с 1931 года пастором в церкви Святой Екатерины становится выпускник Ленинградской теологической семинарии «Валдемар Вагнер». Но число прихожан уменьшалось. Весной 1935 года были арестованы, высланы из Сибирь пастор Вагнер, активные члены общины. И последним был выслан староста общины Бранд. 1 августа 1935 года решением городских властей церковь была закрыта. Ну а ценные имущества, картины, скульптуры были переданы в Эрмитаж. В 1949 году алтарь и кафедра были убраны из церкви. И как их убрали, так и до сих пор не знают, куда их убрали. Где-то они затерялись на переходе, как говорится, морем. Вот я думаю, что им приделали ноги. Ну а в 1953 году орган был перенесен в Кировский театр. Чего только здесь не было. В 1935 году был клуб горняков. Филиал научно-исследовательского института «Гидропроект». Дом детского и юношеского творчества. Филиал студии грамзаписи «Мелодия». Очень много разных организаций было. И только лишь в 1990 году вернули общине этот храм. Надо отметить, что с 1997 года община ухаживает по поручению Народного Союза Германии по уходу за воинскими могилами. Она ухаживает за кладбищем немецких военнопленных в городе Сестровецком. Община насчитывает 42 члена с правом голоса и около 120 членов без правого голоса. Регулярно проводится богослужение на русском языке. Община существует на пожертвования, собранные во время богослужений и проводимых мероприятиях. Ни государственные, ни какие-либо другие организации не участвуют в финансировании деятельности церкви. Что еще интересного? Кирха Святой Екатерины интересна не только своей архитектурой, но и уникальным органом, который является самым большим механическим органом в Петербурге. Ну, вот это были данные на 2001 год. Может, сейчас какой-то другой есть, уже больше, я не знаю. Вот я всю информацию нашел на Википедии, смотрю на сайте этой церкви. В 1998 году в церкви смонтировали орган на 17 регистров. Вот видите, действительно красивое здание. Внутрь я не зашел, как-то постеснялся. Сейчас ее покрасили на хорошем таком виде состоянии. А до этого все было в не очень хорошем виде. Ну, в церкви Святой Екатерины по средным воскресеньям традиционно проводят концерт органной музыки. Вот, честно говоря, собираюсь сходить послушать. Интересно, наверное. Ну, собственно говоря, вот и все. Смотрите, кто досмотрит. Всем пока, всем привет. Так мы так прошлись по Большому проспекту. Она как раз находится на Большом проспекте Васильевского острова в начале. И кто будет путешествовать по Васильевскому, ну, точно ее не пройдет. Все, пока. Всем привет. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова